Всем привет! Уже вовсю торжествует классический World of Warcraft и по-прежнему торжествуют наряду с этим проблемы с запуском игры, а именно дикие километровые очереди. Вот тут у людей немного настроения и просело. Теперь нельзя комфортно, когда вздумается зайти в мир и насладиться игрой. Перед этим необходимо несколько часов дождаться своей очереди, а при игре не покидает чувство паранойи, что в любой миг может случиться дисконнект и очередь придется стоять заново. Но будем следить за ситуацией, возможно народ утихомирится. А перед роликом я вам хочу посоветовать сайт двинг.нет для прокачки ваших персонажей. Сайт занимается всем этим уже 8 лет и ребята могут все. Золото, прокачка персонажа, лутрейды, а также множество других услуг. Все возможные услуги World of Warcraft Classic. Заходите, знакомьтесь, обращайтесь. А для желающих что-либо приобрести 15 процентов скидка по моему промокоду УГЛУК. А сейчас перенесемся в долину испытаний, где нас ждут очередные угрозы. И я знакомлюсь с Зуритой Остроглазой. Очень симпатичная молодая девушка орк. Посмотрите, как она прекрасна. Зурита нам сообщает об опасности, которая исходит от пылающего клинка. И в данный момент Ковин этой секты демонопоклонников обосновался на севере. Мне намечается первое задание в борьбе с пылающим клинком. Необходимо уничтожить 12 злобных фамильяров. Вообще, честно говоря, пылающий клинок это не столько клан, сколько обычная секта чокнутых орков. Известные бойцы мастера клинка появились именно в этом клане. Территорий своей они не имеют. Вот с этой напастью мы и начинаем борьбу. Затем знакомимся со Штейгером Тазрилом. Он просит нас проучить батраков, которые ленятся добывать древесину. С помощью специальной дубинки нужно разбудить пять батраков. Направляясь на север, по пути нахожу батраков-лесорубов. Дав крепкого тумака заставляю батрака добывать дерево. Однако меня ждут более серьезные дела. И вот встречаю непонятных маленьких существ с длинными ушами. А это и есть те самые фамильяры. И если кто не в курсе, кто такие фамильяры, это волшебные духи, которые служат ведьмам и колдунам. Считается, что фамильяры служили и помогали колдунам и ведьмам по хозяйству в различных бытовых делах, но также при случае могли помочь околдовать кого-нибудь. Фамильяр обладает разумом на уровне обычного человека и имеет собственное имя. Как мы видим, на охоту этих существ прибыло огромное число искателей приключений. Поэтому фамильяры не представляли собой опасности. Поубивав 12 таких созданий, я направился назад к симпатичной Зурите Востроглазой. Рассказав ей о проделанной работе, Зурита сообщила, что в самой пещере, в этом мрачном гроте Пылающего Клинка, находится мощный магический амулет, который находится под охраной зверей и черной магии. Этот амулет носит название Медальон Пылающего Клинка. Нужно найти его и принести Зурите. И скорее всего, этот медальон может быть в руках одного из чернокнижников. А это куда более опасный противник, нежели фамильяры. Затем я вернулся к Штейгеру Тазрилу и сказал, что батраки больше не будут спать на работе, а будут усердно добывать дерево. Затем он рассказал историю, как он ходил в грот, которая находится к северу отсюда, в поисках минералов. Минералов он, конечно же, не нашел, зато умудрился оставить случайно свою кирку. А когда опомнился и вернулся за ней, в гроте уже появились сектанты Пылающего Клинка. В общем, раз уж я иду туда за медальоном, заодно мне нужно принести и кирку. Возвращаясь в пещеру на севере, в пещере тьма тьмущая народу, все ищут этот медальон. В одних из коридоров грота я нахожу светящуюся кирку Тазрила. После блужданий по пещере я встретил орка Чернокнижника. Убив его, я нашел медальон Пылающего Клинка. Дело сделано, нужно отнести его Зурите. Зурита меня обрадовала, борьба с Пылающим Клинком в этой местности завершена. Мне необходимо рассказать о своих приключениях троллю по имени Мастер Гадрин. Необходимо рассказать все о Чернокнижнике, о Фамильярах, ибо скорее всего появление в долине Пылающего Клинка это только цветочки. И я отправляюсь в троллинную деревню под названием Сен-Джин. В этой деревне встречаю Мастера Гадрина и рассказываю ему о случившемся. Выслушав мой рассказ, Гадрин сказал, что у них не было замечено пакости Пылающего Клинка. А коли я уж появился в деревне, то тролли просят меня помочь им в нелегкой жизни. Гадрин дает мне серьезное задание. Найти череп его брата Меньшины. Брата захватили в плен другие тролли на острове Эхо. А самое главное, мне нужно найти и убить Залазана и его слуг. Залазан с помощью своей магии переманивал на свою сторону троллей Черного Копья. Поэтому нужно уничтожить 8 троллей-вуддистов и 8 проклятых троллей. Затем тролль по имени Велерин Клык просит принести 4 тигриных шкуры, ибо здешние жители замерзают. А потом разведчик Лар Ночной Клык просит пробраться в лагерь кентавров и уничтожить 3 плана нападения. Кентавры задумали напасть на деревню, поэтому мне нужно с ними разобраться. Я нахожу лагеря кентавров, врываюсь и в шатрах нахожу 3 бумаги, на котором корявым почерком нацарапаны планы нападения. Естественно, эти бумаги я уничтожаю. Потом я плыву на острова Эхо, где мне необходимо расправиться с враждебными троллями. Добравшись вплавь на острова, я нашел лагерь Залазана. На холме в начерченном круге я нашел череп меньшины. Поубивав местных троллей, явился сам Залазан. Но поскольку я был не один, а с другими такими же искателями приключений, с Залазаном мы быстро справились. Да еще и троллей поубивали, а Сигров подсобирали нужные шкуры. После небольшого приключения возвращаюсь в деревню Синджин. Рассказываю троллям о своих подвигах, отдаю 4 изящные тигровых шкуры. Мастер Гандрин благодарит меня за проделанную работу и отправляет в ворочи поселения под названием Колючий Холм. Там я найду того, кто мне больше поведает про пылающий клинок. По жаркому Дуротару я отправился в Колючий Холм. Вдали на горизонте уже виднелась таверня орков, на которой было знамя Орды. В поселении я нашел орка по имени Органил Душегрыз. Он предложил нанести сокрушительный удар по чернокнижникам пылающего клинка. Один из главарей секты обосновался к северу-западу отсюда в местности под названием Громовой Хребет. Это гоблин по имени Пшикс. Его следует убить и в доказательство его гибели принести его коготь. Я отправился на поиски гоблина-чернокнижника. В ущелье Громового Хребта мы наткнулись на пристанище пылающего клинка. Ворвавшись в лагерь, мы начали уничтожать адептов этой секты. И тут появился сам Пшикс. Убив его, я вырвал его коготь и отправился назад в Колючий Холм. Вернувшись, я доложил Органилу Душегрызу об убийстве Пшикса. И тогда Органил рассказал о шамане Маргозе, который может многое рассказать о пылающем клинке. Маргоз живет на северо-востоке. Я отправился на поиски этого шамана. Блуждая по Доротару, я нашел лачугу Маргоза. Шаман сказал, что пылающий клинок захватил пещеру, известную как Скала Черепа. Секта там творит безобразные и гнусные обряды. Мне нужно проникнуть в эту пещеру и добыть ошейники фанатиков. В пещере уже вовсю орудовали искатели приключений, поэтому я с легкостью разделался с сектантами пылающего клинка, добыл их ошейники и вернулся к Маргозу. Принесен на ошейники, шаман не смог распознать и отправил меня к чернокнижнику Ниру Огненному Клинку, который живет в городе Оргримари. И вот мне пришлось отправиться в славный город воинов, в неприступную столицу орков. И вот еще у меня мысли такие навеяли, хочется немножко с вами поделиться. Классика вышла, безусловно, очень все грамотно сделано. Они преобразили, как-то улучшили графику, но самое главное, не потеряли вот эту старую олдскульную атмосферу. Сделали колыхание травы, добавили растительность, скорее всего, какую-то плавность, анимации, безусловно, все классно. Но, опять же, на мой взгляд, вот слишком много хайпа было почему-то. Раньше как-то вот классика была некий такой андеграунд. Да вообще, в целом, компьютерные игры были некие андеграунд. Я помню, даже нас чмырили, можно сказать, малых, что мы играли в игры компьютерные, а потом, видите, как все наоборот стало уже. Те, кто чмырил, те же, допустим, девчонки в школах чмырили, а сейчас уже, посмотрите, полно всяких стримерш новоиспеченных и так далее. Вот как-то все это переворачивается. Ну и да ладно, пофиг. Вернемся к хайпу. Вот какой-то лишний хайп. Классика, вот современная классика 2019 года, она утратила некую такую вот свою изюминку, когда ты мог спокойненько поиграть в эту ламповую атмосферу, и не было вот этого огромного нахлына, наплыва. То есть, раньше, как бы, ты заходил в этот уютный мирок, и все. И перед тобой открывались вот эти горизонты, пространства необъятные. И ты наслаждался этим миром, кайфовал и переключался. Но тут вот, знаете, как твой мир берут, разрывают такой вход огромный, и туда вот волна всякого хлынула людей, которые, ну, скажем, большинство не в теме, и вот на этой волне хотят как-то показаться. Вот всеми известными там стримил чел один, я не буду называть. Ну, кто поймет, тот поймет. То есть, люди стримят классику, вообще никакое отношение не имеет к этому. Вот лишь бы где-то засветиться. А вот я тоже вот играю. Вот это немножко меня напрягло. Опять же, повторюсь, это лично мое мнение. Но, тем не менее, по поводу разработчиков, они сделали классику вот реально такой, какой надо. 2019 год. Подкрутили графику, и механику все так же оставили. Вот это здорово. Но немножко они, ну, можно сказать, не прогадали вот, не угадали с очередями очень дикими. Но сейчас уже сделали перенос, там какие-то серваки новые добавили, реалмы. С этим, да, немножко люди поразбегались, немножко уравнялся онлайн. А до этого вот это были реально нервы, чтобы прийти с работы, уставший или там после какой-то еще деятельности своей бытовой. Вот нельзя было в одночасье сесть за комп и тут же зайти поиграть в WoW. Надо ждать было 3 часа. Вот это немножко коребело. Ну да, был как вариант перейти на другой реал. Ну нафига? Я хочу играть, допустим, на том же Пламегоре. Пламингорли, как он называется? Ну вы поняли. Ладно, неважно. Я не хочу никуда идти. Я хочу играть на этом реалме. Почему я должен куда-то уходить? Тем более я ник застолбил и так далее. Я ж не зря просыпался, там, допустим, в час ночи и так далее. Резервировал ник. Ну да ладно, это такие нюансы. Вроде бы как сейчас уже все разрулили Близзарды. Так что можно играть спокойно. Ну и ждем, конечно, Warcraft 3 Reforged. Вот это я очень тоже жду. Хочу посмотреть, самое главное, кампанию, что они там изменили. Мне очень любопытно, что они сделают с озвучкой. Ну и вообще посмотреть, что будет за движуха. Потому что Warcraft 3 это такая культовая игра. И тут тоже, можно сказать, она перерождается. Хотя по мне и актуальный 3 Warcraft графика на высоте. Вот такая реально Warcraft'овская. Тут они графику какую-то сделали. Ну что-то не то, не то. Ну посмотрим, посмотрим, друзья. Так что вот такие были немножко мои мысли. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Подписывайтесь на мой инстаграм. Комментите что-нибудь. Высказывайте свои мысли. Берегите себя, самое главное, здоровья вам, вашим близким, вашим любимым. И до новых встреч. Лактор Агар! Субтитры создавал DimaTorzok